Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 мая и сегодня во время обзорного вот такого видеоролика я подходила к перцам и показывала вам, что перцы втайне от меня уже завязали свои плоды. А я же вот так сверху поглядываю на них. Листвы много, их не видно. А заглянула сегодня снизу, там висят перчины. И как раз вот посмотрев на один из перцев, я увидела, что один завязал перчину просто на обыкновенном цветке, а другой, сейчас объясню в чем дело, а другой завязал перчину именно вот с коронного цветка. И вот этот извечный вопрос, удалять коронный цветок или нет, к одному мнению, огородники так и не пришли. Кто-то считает, что нужно удалять, кто-то нет. Я вам уже говорила, что я обычно ничего не общипываю от перцев, с перцев, ни цветы, ни коронные никакие. Но это происходит не потому, что я считаю, что его не надо отщипывать, что мой метод вот правильный вот такой. Просто я не отщипываю, потому что мне не хватает времени. Вот видели сегодня, что я даже перчин это не увидела вовремя из-за вот такой загруженности. И тем более уж искать, лазить по перцам, искать вот эти коронные цветы я не буду. Некогда просто. Вот смотрите, хочу показать. Это еще может быть от сорта зависит. Вот у меня в руке Биг Мама. Вот у него вообще нет коронного цветка. Нет ни на этом. Видите, развилка без цветка. Зато сразу после развилки огромное количество цветов. И я сейчас вам покажу. Смотрите, все цветы уже завязались. Вы видите, что там в глубине цветочков вот эти зеленые, ну уже плодики, зеленые плодики. Все цветы опылились. Все плодики уже завязались. И вот первый, который Биг Мама в земле вырос, он тоже не из коронного цветка, не из развилки. Тут все нормально. И тут мы его для примера не можем взять. Тут потому что вообще почему-то нет коронного цветка. Может быть это специфика сорта. Ну вот этот вот перчик, который Венти, сейчас вам покажу. Видите, у него-то как раз вот этот вот стручок, видите, с самого-самого, со средины, с развилки, именно с коронного цветка. И вот хочу вам предложить как раз понаблюдать за ним. Ну тут дальше еще цветы цветут. Потому что бытует мнение, что если оставить вот эту перчину из коронного цветка, которая, то и все развитие перца будет замедлено, и остальные перчинки он не даст им развиваться. Будет сам, короче, толстеть, вырастать, а другие будут, ну, заторможенные. И я как раз хочу на примере этого перчика и сама понаблюдать, и вам покажу, все-таки влияет ли этот пресловутый вот этот коронный цветок. Может быть роль его слишком преувеличена в жизни перца. И то, что я его не удалила, может быть это никак не скажется на дальнейшей жизни. А может быть наоборот. Вот он один растолстеет, этот стручок, а остальные все цветы и остальное растение будет замедлено в развитии. Сейчас хочу показать вам еще, для примера, другие перцы. Так, вот видите, этот перец вообще без коронного цветка. Это гладиатор. Этот перец, это вот как раз веньки, про которые я говорила. Вот тут тоже коронный цветок. Но я, вы видите, что я вот сегодня первый раз подошла к ним, начала их трепать в руках. И тогда только я увидела, где есть коронные цветки, где нет. До этого я, конечно, не подходила и вообще я никогда не выщипываю. Растут сами по себе. А вот этот вот, подождите, расцепитесь. А вот этот вот, он тоже веньки. Смотрите, у него даже два коронных цветка. Вот прям с одного места два цветка. Но я буду верна своим правилам, отщипывать ничего не буду. Так что будем наблюдать все-таки, мешают коронные цветки или нет нашим перчикам. Мне кажется, но вот я не ощущаю разницы. Вот он и веньки, у которого коронные цветки и у которого нет коронных цветков. Всегда много перчин, всегда растут хорошо. Мне кажется, он не очень влияет на жизнь сердцев. Но это только мое мнение. Я уверена, очень многие думают совсем по-другому.